Всем привет! Вы на канале Маша Себова, мне от этого дико приятно, и сегодня у нас маленькая диверсия. В общем, сегодня говорить с вами будем на супер животрепещущую тему, не собаки в путешествиях, нет, а ужасы и мифы о ручной кладе. Расскажу вам, что можно с собой брать, что нельзя, потому что столько было мнений каких-то сумасшедших о том, что еду брать нельзя, лак для волос нельзя, какие-то зажигалки нельзя, ножницы маникюрные нельзя. Что из этого правда, а что неправда, я вам сегодня в видео расскажу, и похоже, этот парень будет составлять мне компанию, мой новый соведущий. Если что, это моя собака, его зовут Кит. Погнали! Скажи мне, мы так и будем сидеть? Может, рядом сядешь? Но прежде чем мы приступим, я хотела сказать вам невероятно огромное спасибо. Ибо нас с вами на канале совсем скоро станет 100 тысяч. Я, честно сказать, не могу поверить в это, потому что это же не цифра, это же вот вас, вас, настоящих людей, Кит, понимаешь? 100 тысяч настоящих людей. И мы совместно с сервисом выгодных путешествий TripMyDream решили подарить вам 3 авиабилета на сумму по 3000 гривен каждый. Это чуть больше 100 евро. Условия нужно выполнить совершенно простые. Нужно быть подписанным на мой YouTube. Нужно подписаться на телеграм-канал TripMyDream. Ссылку на них я оставлю в описании к этому видео. И нужно оставить комментарий под этим видео, написать приблизительный маршрут, куда бы вы хотели поехать и приблизительные даты. Но единственный момент, берите их не из головы, а рекомендую вам через TripMyDream, через сайт их, тоже оставлю ссылку в описании к этому видео, помониторить, по каким направлениям вы можете вложиться на билеты в 3000 гривен туда-назад. Например, вот из Киева можно полететь в Барселону и туда-назад вам мы оплатим билеты. Результаты розыгрыша я объявлю 20 ноября в прямом эфире, в своем инстаграме. Если вы на меня там еще не подписаны, то тоже обязательно подписывайтесь, я там Себова. Мне кажется, это была плохая идея брать этого парня со ведущим. Выдайте мне нового. Первый вечный камень преткновения на контроле безопасности это бутылка воды. Конечно же, любую бутылку воды вас заставят выкинуть в 99% случаев, за очень редким исключением. У меня было в двух аэропортах на моей практике, когда посмотрели, сказали, а, это вода и можно. Я очень удивилась, это был Израиль и Катар. Но есть одно маленькое исключение. Если ваша бутылка будет пустая, то вы совершенно спокойно можете ее пронести. Вдруг вам, я не знаю, этот пластик нужен зачем-то на будущее, вы не хотите его выкидывать. Знаете, пустую бутылку пронести с собой можно. То же самое касается термочашки. Если она пустая, то вы можете ее взять. Если у вас в ней есть жидкость, и вы ее не вылили, не выпили, вас могут заставить ее реально выкинуть. Ну или надо избавиться от жидкости. Еще одно глобальное заблуждение, когда люди думают, что они возьмут с собой пол-литровую банку шампуня, в которой вот столечко осталось меньше 100 мл, там на донышке буквально, и типа так пропустят. То же самое касается, кстати, с водой. Нет, если у вас сама емкость объемом больше 100 мл, то вас с ней не пустят. Это закон. Никому не интересно, сколько там у вас осталось косметики или воды, сока, чего угодно. Дальше у нас маникюрные ножницы. Их нельзя брать ни под каким соусом, сразу же выкинуть. Также какие-либо другие колюще-режущие предметы. Это не только ножи, но и какие-то иголки, спицы. Даже металлическая маникюрная пилочка остренько заостренная, она тоже может оказаться в мусорном ведре. Поэтому, знаете, не берите. То же самое касается штопора. Я понимаю, что это стратегический предмет. Но рекомендую не брать его с собой, потому что, конечно же, тоже его выкинуть на security line. Зато можно с собой брать одноразовый бритвенный станок. Теперь мой любимый пункт. Это спрей и аэрозоли. Почему-то все просто убеждены, что взять с собой лак для волос, термальную воду или дезодорант, который вот это вот пшикает, нельзя. Ребят, если у вас дезодорант, лак для волос и любой другой спрей до 100 мл, то брать его можно. Вот этот нельзя, действительно, потому что он 150 мл. Но у меня была такая же термальная вода на 75 мл, и она каталась со мной везде. Ни одного вопроса, ни в одном аэропорту. Единственный спрей-аэрозоль, который нельзя с собой брать, это банка с краской. Но я надеюсь, что вы не захотите с собой в самолет тащить банку с краской. Дальше предметы, без которых, мне кажется, ни одна девушка не ходит покорять мир. Почему-то многие уверены, что фен и другие электроприборы нельзя брать с собой на борт самолета. С чего вы взяли? Все брать можно. Единственное, конечно, желательно не такую бандуру, а какой-то дорожный вариант. Но на самом деле ограничений никаких нет. В том числе, кстати, на электронные сигареты, мало ли, вдруг вам это пригодится. Все брать с собой на борт можно. Пауэрбэнк. Просто напомню, если он вам нужен в поездке, то вы обязаны брать его с собой в ручную кладь. Это один из немногих предметов, который запрещен к провозу в багаже. А вот в ручной клади, пожалуйста. Еще один важный пункт, это аптечка. Все брать можно за исключением спирта и каких-то взрывоопасных предметов. Их действительно провозить с собой нельзя. То же самое, кстати, касается алкоголя с содержанием спирта выше 70%. Я, правда, даже не представляю, что это за алкоголь с таким содержанием спирта. Но окей, он в любом случае запрещен. И вопрос, который вызывает наибольшее количество сомнений, это еда. Тут, конечно, очень много нюансов. Все зависит во многом от той страны, из которой вы вылетаете и в которую вы влетаете. Если это экзотическая какая-то страна, я вам рекомендую все-таки проверять правила. Потому что, например, из Таиланда, по-моему, нельзя вывозить дуриан. Ну и, в общем, есть такие отдельные правила. Но в целом, если вы хотите взять с собой на борт самолета сэндвич, банан, какое-нибудь яблоко, или плитку шоколада, или какую-то пачку сыра, никто вам кривого слова не скажет. Вы все это имеете право взять с собой. Я знаю, у меня когда-то писали ребята, которые провозили в ручной кладе киевский торт. Ни одного вопроса. Все окей. Так что не бойтесь брать с собой какой-нибудь перекус, как минимум. Чтобы вы понимали, я знаю людей, которые с собой в ручной кладе провозили килограммчик картошки, килограммчик гречки, еще кучу всего, и ни единого вопроса им не задавали. Так что достаточно спорный вопрос. Это провоз батареек и аккумуляторов. Дело в том, что какого-то запрета на это нет. Если у вас их будет пару штук, то к вам никто вообще придираться не станет. Но у меня просто в личной практике моей бывали случаи в командировках, когда у нас было вот такое количество большой батареек, и нас заставляли их выкидывать из ручной клади. Вот это было обидно. Что еще с собой брать в ручную кладь нельзя? Из классического, конечно же, это оружие, огнестрельное, да и любое вообще оружие, какие-то взрывоопасные предметы. Все это под жесточайшим запретом. Но мне кажется, это и так всем понятно. Из действительно странного нельзя с собой брать, например, ртутный градустик. Или, это я вычитала, но почему-то не могу до конца поверить, говорят, что нельзя с собой брать детские игрушки в форме пистолетиков. Вот это я на себе не проверяла. Сказать не могу. Меня поражает этот факт. Я не знаю, если у меня в подписчиках есть родители, и вы пробовали возить с собой пистолетики, детские имеется в виду, в самолетах, напишите, может этот запрет не действует, может это вообще действительно миф. Ну и, конечно же, любой спортивный инвентарь, типа сноуборды, клюшки, ракетки, все это спец багаж, и его с собой брать в ручную кладь, естественно, нельзя. И отдельно хотела сказать про дорожные подушки и про зонтики. Понятное дело, что их можно брать с собой в ручную кладь, но у многих возникает вопрос, не будет ли такая подушка считаться отдельным предметом в ручной клади. Не будет, не волнуйтесь, можно спокойно с собой брать, и никто вас доплачивать за нее не заставит. Так что спокойно берем с собой подушку, берем с собой вкусняшки, лак для волос, все, что вам надо, кроме маникюрных ножниц и того, что я перечислила, и прекрасно себе путешествуем. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным. Ставьте лайк, пожалуйста, если это было так. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Участвуйте в розыгрыше, и скоро я определю, кто из вас, три человека, полетят вместо своей мечты. Все, до новых встреч! Милые, всем привет! Вы на канале Маша Себова. Тут у меня есть один клиент, который хочет со мной быть в блоге. Катусь, ты что, согласен? Тоже быть в блоге? О, мой здоровый дождь! Кит, не ешь то, что мы будем класть вручную кладь. Вы бы хотели... Кто такой хороший? Кто такой хороший? Кто такой хороший мальчишка? Кто такой хороший мальчишка? Кто такой хороший? Кто такой кладь? Продолжение следует...